Сегодня мы с вами поговорим немножко про 78 страницу трактата Эрувин. И здесь я хочу остановиться на суге, где, выражаясь языком хазаль, что-то мешает выполнить заповедь в данном случае, как говорится, Арье Робец Алеа, лев лежит на ней, а именно, что мешает что-то другое, мешает какая-то другая внешняя причина, как я сейчас расскажу. Это стало идиомой, подобные выражения хазаль еще использует в разных местах, что что-то, что как будто лев на этом лежит и подпускает, такое дематичное выражение. Значит, о чем здесь речь? Я уже говорил, что в этой всей суге обсуждение, когда между дворами есть, допустим, стена, когда можно сделать общую эру, когда нет, и в том числе обсуждается, если они имеют лестницу к этой стене, да, что можно перебираться через стену с помощью лестницы обоих сторон. Так вот, у нас есть запрет в субботу использовать деревья. Мы не можем лазить по деревьям в шаббат, вдруг человек оторвет ветку. Отрывать ветку, конечно, нельзя с дерева и фрукты отрывать с дерева. Это одна из работ в субботу. То есть, что-то, что растет из земли или на дереве, отрывать, отламывать. Поэтому запретили вообще висеть на дереве или лазить по деревьям. Так вот, допустим, дерево использовалось как лестница. Можно ли сказать в каких-то случаях, что здесь закон не такой же, как, да, обычно по деревьям нельзя лазить в субботу, но здесь это какая-то внешняя причина, которая не дает лазить по дереву. То есть, само по себе, да, эйруф должен был бы быть кошерным, в смысле, два двора соединены через дерево. Просто мы не можем лазить, потому что есть запрет раввинов, лазить по деревьям в субботу. Но это как бы причина, не связанная напрямую с самим эйруфом. Поэтому, казалось бы, можно сделать эйруф общий, да, между двумя дворами, если перелезая через стену с помощью дерева. Или нельзя все-таки, да, говорим ли мы, аргумент, да, что в принципе это дерево используется как лестница, просто мешает, так сказать, лев залезть на это дерево, то есть мешает закон раввинов. Вот. И похожий вопрос про ашейру, про дерево, которым нельзя получать от него удовольствие. Ашейра – это дерево, которое в старые времена, и не евреи, и некоторые этого поклонники делали, да, из дерева своего рода идола. Вообще-то, даже женского пола богиня, да, вот, и ашейры, они все время в Торе упомянуты, которые, когда евреи зайдут в землю Израиля, нужно уничтожить всех идолов и все предметы идолопоклонства, и в том числе вот эти ашейры. Постоянно упоминаются ашейры. Вот. Во время, например, царя Ахава, который насадил культ, с помощью своей жены нееврейки, насадил культ идолопоклонства в северном государстве в Израиле. Так там говорится, что были у них жрецы Баали, а были жрецы ашейры. У них был как мужской женский элемент, Бааль был как бы мужчина-бог, а ашейра, соответственно, это богиня. В общем, так или иначе, она, значит, символизировалась какими-то деревьями, и эти деревья, от них нельзя получать никакого удовольствия, как от всех предметов идолопоклонства. Так, опять же, такой же вопрос, если там растет дерево ашейры, можно ли сказать, что это для айрова для нас сойдет? Потому что, опять же, никто не забирается реально лазить по ашейре, по этому дереву. Вопрос только в том, что если запрет другой, связанный с айровом, но не связанный никак с айровом, то, может, это считается входом, да, и раз можно перелезть с помощью такого дерева на другую сторону, то эти два двора соединяются, и можно сделать общий айров. Вот в этом здесь вопрос. Между прочим, если вас интересует конкретный псаг, это все редкие случаи, конечно, но вот Шухонара поставляет ли майсе два варианта приводит, что по одному мнению, таки первый вопрос трактуется в мягкую сторону про дерево, а про ашейру в строгую, а по-другому наоборот. Так, как бы там ни было, я хотел упомянуть, что вообще к этой суке существует много следствий, которые могут относиться и в наше время. И вот в том числе в свое время был вопрос задан, как пишет здесь, я уже приводил примеры из книги этого комментатора, объявится как о Зильберштина. Помните, я рассказывал вам про эти книги, что он по Геморе пишет, по Талмуду разные истории, вопросы, которые задавались по данным сугиям, и это довольно интересно читать. И вот к данному дафу, Хашукей Хамед называется эта серия книг, к данному дафу он приводит от имени Харцви, это был великий мудрец в Иерусалиме в свое время, он пережил в том числе, да, он родился еще до Первой мировой войны, и пережил обе мировые войны, и потом дожил до начала государства Израиля. Поэтому многие его вопросы в те времена вот очень были актуальны. Вопросы, которые задавали, он был один из Гдолеодор в земле Израиля, да, Цви Песах Франк его звали. И в своих вот вопросах и ответах у него спросили, когда англичане в свое время сделали, как это называется в русский, комендантский час, кажется, да, curfew, что нельзя было выходить из дома после шести вечера, до шести утра. Так вот вопрос тогда, если к Эйрову нету доступа в синагоги, Лихойра у нас проблема, да, что если люди не могли выходить из дома, пусть даже по другой причине, потому что англичане не пускают, то тогда, раз они не могли подойти к Эйрову в течение начала субботы, когда халь, да, когда срабатывает Эйров, то Лихойра Эйров будет не работать. Вот это то, что он обсуждает, как приводит здесь Рави Иска к Зильбыштин. И хотя там вроде бы так начиналось, да, curfew, что еще суббота уже начиналась немножко раньше, то есть, видимо, до шести вечера начиналась суббота в этот период времени, поэтому, в всяком случае, заход солнца, когда уже бенажмашот наступает. Мы знаем, что если Эйров хотя бы в начале бенажмашот был кошерным, то этого достаточно, да, если он до конца, до выхода звезд не просуществовал, как я уже рассказывал на одном из предыдущих уроков. Ну вот, если бы curfew, да, если комендантский час начинался бы еще раньше, то Лихойра был бы не кошерный Эйров. Кстати, это и у нас в Нью-Йорке может иметь отношение. В свое время у нас в Нью-Йорке сделали комендантский час, это было несколько недель назад, связано было с тем, что были разные демонстрации, беспорядки всевозможные, и сделали комендантский час. Правда, потом выяснилось, что он не относится полностью в этот комендантский час, и к религиозным людям определенные сделали мягкости, что можно было пойти в молитве, в учебную молитву, или женщине в мигу сходить вечером, это было не проблема. Поэтому, нанекаясь Эйровом, такой вопрос, ли Майсе не стоял. Но теоретически такие вопросы, получается, иногда могут встать. Кстати, более практичный вопрос, который бывает в Тайо, допустим, у людей общий Эйров в какой-то тупике, в каком-то переулке сделали, да, у нас таких маленьких Эйровов очень много есть, где несколько семей вместе сделали Эйров. Если одна семья, скажем, закрывает свой дом и уезжает на субботу, да, никого в доме нету, то ни у кого доступа к этому Эйрову нету, дом-то закрыт на замок, то Крихуэра это проблема, да, нужно тогда другой Эйров сделать, или чтобы они дали ключи соседям, то есть они не могут делать недоступным Эйров на этот Шаббат, если их дом закрыт на замок, и к нему туда не пробраться. И на этом мы сегодня закончили. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк.